МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улетай. Улетай. Это же огонь. Улетай. Пожалуйста. Улетай, улетай. Сгоришь. Пожалуйста. Улетай. Ань, 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 Ань. Ты чего? Опять кошмар приснился? Угу. Про мертвецов? Про мотыльку и свечку. Ну, рассказывай. Да, меня этот сон с детства преследовал. После того, как родители погибли. А теперь, друг, опять приснился. Первый раз за столько лет. Угу. А в чем сон-то? Ну, будто я одна ночью в доме, а дом стоит в глухом лесу. На столе свеча горит. Вдруг в окно влетает мотылек, летит прямо на свечку. Я ему кричу, стой, сгоришь, пытаюсь стогнать, а он прямо в пламя. В одну секунду сгорает, бедняга. Ну, тоже мне кошмар. Ну, они же на то и глупые букашки. Глупые. Не по себе как-то, Олег. Я чувствую, что как-то не к добру приснился. Не к добру. Какие у нас могут быть с тобой неприятности? Что? Или ты от меня что-то скрываешь? Ну, что ты, Олег. Ну, какие у меня от тебя могут быть тайны? Хотя, есть один секрет. Но он приятный. Рассказывай. Нет. Рассказывай. Нет, нет, не сейчас. Говорю, рассказывай. Олег, ты нас тебя не узнаешь. Не надо. Ой, пожалуйста. Привет, соседи. Привет. Что, на работу с утра пораньше? Да мы-то на работу, а ты, видать, после ночного отдыха домой отсыпаться? Вроде того. Ну, как? Подфартила в рулетку? Да какая рулетка? Нет, все с этим завязано. Ой, Митя, боюсь, оставишь ты там все свои деньги. Ну, ты-то хоть веришь. Говорю, что в прошлый месяц не играю. А где же ты тогда всю ночь гулял? От подружки иду. А что же она тогда тебя с утра выставила? Так я ей тоже на работу. Пока. Давай. Может, он и правда завязал? Да какая нам разница? Ну, он же не наши деньги в рулетку просаживает. Все-таки я не чужой человек. Я его с детства знаю. Жалко будет, если нарвется на неприятности. Подожди. У меня все твой сюрприз из головы не идет. Ну? Что ты придумала? Я же сказала, день рождения узнаешь. Опять дорогущий подарок какой-то? Мы же договорились. Все деньги откладываем на квартиру. А то мы так и будем до старости в этой коммуналке уйтиться. Ладно, пойдем. А то к девяти опоздаешь. Так ты что, даже ни разу ему не заикнулась? Нет, Кать. Молчу как партизан. Ну, у тебя уже третий месяц беременности. Муж должен знать. Ну, вот и узнает через две недели за праздничным столом. Мне кажется, это лучший подарок ко дню рождения. Уверена, что его этот подарок обрадует? Он и так вечно ночь, что вам в одной комнате тесно. А тут ты его огорошишь, что придется с ребенком в коммуналке выкручиваться. Да ну тебя, Кать. Когда Олежка узнает, что у нас мальчик будет, его никакие трудности не остановят. А откуда ты знаешь, что мальчик-то? Ой, я же тебе не рассказала. Я вчера была на консультации. И на УЗИ мне определили пол будущего ребенка. Да, я снимок взяла. Давай скорее смотреть. Смотри, смотри, маленький. А доктор Зарецкий, 25-й кабинет. Спасибо. Пойдем. Давай, пошел. Пошел. Выручу Олежке во время семейного торжества. Пойдем. О, началось. Ага. Здрасте. Здравствуйте. А доктор Зарецкая здесь принимает? Да, это я. Проходите, пожалуйста. Вот отлично. У нас собака взбесилась. Тихо, тихо, тихо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Олег! Привет! Здорово. Не подскажешь, в который час? Девять. Пятнадцать. И с какой стати я в это время встречаю тебя на улице? Слушай, ну ладно, ну поезд в метро сломался. Я полчаса простоял в тоннеле. А раньше из дома выходить не пробовал? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Больше такого не повторится, Жанна Борисовна. Прошу. Смотри, Олег, а то станет нечем кормить супругу. На место в моем салоне других желающих полно. Жанна, 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 Жанна. Ну и чего так из цепи сорвалась? А я на цепи никогда не сидела, в отличие от тебя. Ну, все, все. Молодец. Успокойся, моя хорошая. Осмотр закончен. Забирай. Молодец. Пес-то отличный. Породистый. Нам его друзья на годовщину свадьбы подарили. А они профессиональные заводчики. Ну, и что с того? Он же взбесился. Да с чего вы взяли? Собака совершенно здорова. Ну вот. Что я говорил? То есть как здорово? Сюда. Вы знаете, что он сделал? Он Кристину сгрыз. Господи. А Кристина это кто? Это кукла нашей дочери. Мы эту куклу из Марии же привезли. И 300 евро заплатили, между прочим. Нет, все, усыплять этого. Кадавы, спорить нечего. Но мы не можем усыпить здоровую годовалую собаку. У вас что, инструкция? А если так? Убедите? Осмотр столько не стоит. А оплата у нас через кассу. Как знаете. Раз вы не хотите помочь, значит, мы будем решать проблему другим способом. Пошли. Пошли, нечего здесь стоять. Пошли, говорю. Отдайте собаку. Пойдем, Гречерич. Пойдем, мой хороший. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот и славненько. Все. Какая сердобольная. Сидите. Пойдем. 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 Все. Ну что? Эта ведьма все равно бы его убила. А я тебя домой заберу. Пока что там посмотрим. Ты в своем уме? Ну куда вам еще собаку в коммуналке? А потом ребенок появится. Ань, ну нельзя быть такой сентиментальной в наше время. Ну что? Голова, два уха. Лежать, 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 лежать. Видишь, какой? Ну что же делать-то с тобой? Слушай, у меня же однокурсник, Ваня Крайнев. Он кинологом работает в МЧС. Я ему позвоню, глядишь, и пристроим кса. Да? Будешь у нас еще героем. Людей спасать будешь. А это чья машина? Это... Этой. Пустоваловой. Что значит этой? Между прочим, она наш вип-клиент. Директор крупной турфирмы. И заказ мы должны были выполнить еще на прошлой неделе. Ну, а мы что, виноваты, что она ездит, как на тракторе? Если ты такой нерасторопный, иди работай охранником в вырубный магазин. Куда угодно, подальше от ваших наездов. А вот и прекрасно. В обед заявление мне на стол. Идем. Стучаться надо. Да ладно, поздно. Заявление об уходе. Неужели нашел себе более выгодное местечко? Нет. Пока нет. Но ты не сомневайся, я обязательно найду. Нижаться я не буду, ноги обняю и вытирать. Тоже не надо, и не тряпка. Вижу, что не тряпка. И поэтому думала повысить тебя в должности. Отец новый салон покупает. Я там нужнее. А здесь бы ты управляющим остался. А что ты тогда бесишься весь день, а? А ты не понимаешь? Или прикидываешься? Из-за жены? Вон в чем дело, да? Это значит, я у нее на цепи сижу? Ну, не могу я ее вот так взять и брось. Я эту песню уже полгода слушаю. И знаешь что? Хватит, Олег. Все. Я не из тех, кто за своим счастьем в очереди стоит. И тебе действительно лучше уйти. За расчетом в понедельник зайдешь. Хорошая, любимая. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь? Обыкновенно относишься. Как любовница. С которой у тебя роман на работе. Совмещаешь, так сказать, приятное с полезным. А любишь жену. И бросить ее боишься. Нет. Я ее никогда не любил. У меня та жизнь двойная уже, знаешь где? Просто так вышла. Это все слова, Олег. Подожди. Подожди. Слушай, я тебе обещаю. Скоро мы будем с тобой только вдвоем. Просто сейчас не лучшее время для семейных разборов. А чего так? День рождения у меня через две недели. Ты знаешь об этом? Ну, жена готовится. Сюрприз какой-то она там придумала. А знаешь что? День рождения – это хорошо. День рождения – это прекрасно. А что, если тебе его отметить не в занюханной коммуналке, а где-нибудь в Швейцарии на горнолыжном курорте? М? Издеваешься? А вовсе нет. Я приглашаю. Тебе же нужно хорошенько отдохнуть перед новой должностью. Тебе же нужно отдохнуть. Алло. Да, Катюх. Да пристроили пса, считай. Витька еще благодарил. У них лабрадоры. Знаешь, как ценится. Он завтра его заберет. Туда наверх и налево метро 100. Стой! Помогите! Да что же это? Мы в порядке? Да, сумка, сумка. Сейчас я загоню. А ну, стой! Стой! Все. Хорош. Добегался. Пошли. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Ну, что? Ничего не пропало? Да вроде все на месте. И деньги, и документы. Ну, хорошо. Спасибо. Да не за что. А я вас сразу узнала. Вы по квартирам ходили знакомиться, когда вас на этот участок перевели. Да. Я вас тоже сразу вспомнил. Раздольная 10, квартир 12. Верно? Верно. Вот. Только имя ваше не припомню. Анна. А, Анна. А я Петя. Петр Горохов. Очень приятно. Я ворюшку в УВД доставил. Он несовершеннолетний оказался. 15 лет всего. Ограбит, как матер-жетедивист. Нет. Ну, на самом деле, у него первое правонарушение. Мальчишкам в школе проспорил. Они его в классе ботаником считают. А тут подначивать начали. Слабо тебе человека ограбить среди бела дня. Вот доказал свою крутизну. И что ему за это будет? А. Вы сейчас заявление напишите. Заведут уголовное дело. А дальше суд будет решать, сажать его или осудить условно. Так может, не надо заявление? Чего парню жизнь заломать? Ну, это ваше право. Нет заявления, нет дела. Но на учет я его все равно поставлю. Ради его же пользы. Договорились. Ну, я пойду домой. А, да. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Еще раз. Ань! Подождите. Вот моя визитка. Звоните. Если что. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕБЕ ПУСКАТЬ НЕ ВЕЛЕНО. ДОКОНЧАЙ, Я КМАКСУ. Сказал, пока ты долг не погасишь, к шулецке не подойдешь. Слушай, пусти, а? Я отыграюсь. Мне сегодня попереть должно. Я фарт шкурой чувствую. Ну, это что до твоего фарта? Ты бабки покажи? Пусти, сказал, я сам с Максом поговорю. А ну, вали отсюда, пока я тебя по этой лестнице не размазал. Попрошай-ка, Ваня Чебе. Попрошай-ка, Ваня Чебе. Солнышко, прости. Так, ты где шлялся? Что? Я уже здесь целый час одна торчу. Слушай, тут такая история. Сейчас я тебе все расскажу. Ну? Ты представляешь, у девушки с моего участка сумку с ключа сорвали. Да, но пришлось глянуться за ним. Короче, погоня, вертолеты, спецназ, стрельба. Короче, взяли его. Не, ну правда, пока разобрался с ним туда-сюда, сразу к тебе. Ты понимаешь, прости, я вижу, даже оперативно не успел. Зай. А то у нас кто, участковый? Или оперативник, чтобы по улицам самому за бандитами гоняться? Подожди. Я что, должен был мем пройти? Когда человека грабят посреди белого дня? Ну и часто у нас такие истории будут продолжаться? Не знаю. Не могу сказать заранее. Погоди, Юль. Ты что, ревнуешь, что ли? Юль! Юль, ну ты что? Да вот еще. Да я же знаю, что лучше меня тебе никого не найти. Или ты сомневаешься? Никак нет, товарищ генерал. Пожалуйста. Пожалуйста. Я так счастлива. Ну, как тебе мой подарок? Мне очень нравится. Да? Слушай, я тебя обожаю играть в снежки. А ты в снежки играла когда-нибудь? А? Ну, давай, кидай меня. Наши голоса не... Олежка, ты? Олежка, ты? Мужа ждешь. А ему сегодня не до тебя. Муж вообще ночевать не явится. Ты что глупости говоришь? Пьяный, что ли? Слушай, Ань, я тебя с первых дней жизни знаю. И матери, наши покойницы, близкими подругами были. Ты к чему это? Я это к тому, что выручать мы должны друг друга в беде. А беда к нам с тобой, Анечка, к обоим пришла. У меня вроде все в порядке. Я не знаю, что у тебя там за беда. Брат у меня двоюродный в Зарайске. Последний мой родственник живой остался. И тот вон при смерти лежит. Операция нужна срочная, дорогущая. Деньги-то он собрал, но все равно не хватает. И много не хватает? 30 тысяч рублей. Ну, надо срочно, сегодня, завтра. Анечка, выручай. Слушай, Мить, ты не врешь? Может, тебе деньги на рулетку понадобится? Да я тебе клянусь. Мне же играть продолжал, только чтобы брату помогать. Я же год не работаю, ты сама знаешь. А через месяц у меня новая жизнь. Приятеля обещали вон в торговый центр охранником устроить. Так что деньги я тебе отдам. Ну, а меня ты с какой беды выручать собрался? Трудно мне говорить тебе, Ань, но лучше и горькая правда. Короче, обманывает тебя твой Олег. Бабунью на стороне завелась. Что за ерунда? Я тебе не верю. А если я докажу, дашь деньги? Сначала докажи. Ладно, смотри. Я их случайно застукал. Вот. Это они на улице лобозавицы. Это вот они в кабаке. Из ресторана они вместе уехали. Это еще ничего не доказывает. Эх, Анечка, Анечка, я же тебе глаза на правду открыл, а ты видеть ее не хочешь. Ты что мне? Не дашь деньги, что ли, а? Получишь ты свои деньги. А фотографии эти ты мне все-таки перешли? Хорошо, хорошо. Ух ты, Анечка, золотой ты мой человек. Я прям сегодня же к брату рвану. Я прям сегодня же к брату рвану. Девочки, вы слышите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чего в темноте сидишь? Я думал, ты спишь, себя разбудить боялся. Ты знаешь, я никогда не сплю, если ты задерживаешься. Ну, я же себя предупреждал. Подвернулась халтура, задержусь, буду поздно. Включи свет. Слушай, такое дело, к нам пришел заказ на два дорогущих джипа. И мне придется уехать, наверное, дней до десяти в Сочи. Когда едешь? Ну, где-то в пятницу, по-моему. Подожди, это, получается, тебя в день рождения не будет? Ну, слушай, ну я же не специально. Чего ты? Ну я приеду, мы отметим. Зато клиент платит по двойному тарифу. А может, клиентка? Не понял. Ты о ком? Например, о ней. Да мы работаем вместе. Ну, просто придуриваюсь. Ты чего? И ужинать тоже вместе ходите? Ну и давно это у вас? А ты что, следишь за мной? Нет. Это я случайно увидела. Зачем ты тогда фотографировала? Чтобы ты не сказал, что мне привиделось. Знаешь, Олег, в последнее время я чувствую, что ты начал мне врать. А ты хочешь правды, да? Хорошо. Будет тебе правда. Двенадцать, красная. Пожалуйста. Какой я идиот! Я же все отыграл до копейки! Я даже в плюсе был! Все ты, ты меня подбил! Все, на зеро поставить! Кончай стереть! На, вот выпей! Извини, без лимона. Лимон теперь с тебя! Послушай, Макс, дай мне еще раз в кредит сыграть. Ну, дай мне еще один шанс, а! У тебя был шанс. Но ты его упустил. Ах ты туварь! Я бы мог прямо сейчас от тебя мокрое место оставить. Ты еще поживи. Ребята за тобой последят. Только если через пять дней долг не погасишь, приняй на себя. Это же незаконно. Кому интересно, должен? Подпольные лавочки, которые нигде не значатся? И как вы, интересно, докажете, что я вам задолжал? Может быть, в полицию заявите? А, так тебя закон интересует. Хорошо. Сейчас узнаешь, какой тут закон. Давайте его в переговорную. Тринадцать, черная. Ну, вот. Ну, теперь ты все знаешь. Смотри, ну... Может, хорошо. Мы сразу с тобой объяснились. Да что ж такое? Ну, почему? Почему сейчас? Я думала. Я надеялась, какой я тебе подарок сделаю. Не надо меня подарками задабривать. Я не содержанка. Олег, ты что? Да неужели это все, что ты можешь мне сказать? Да. Мне сказать больше нечего. Ладно, я сейчас вещи соберу. Помочь? Не надо, я сам. Да нет, почему же? Я помогу. На. Тихо. Это твоя? Все забирай. Чтоб духа твоего здесь не было. Не знал, что ты такая истеричка. Серьезно. Серьезно ударилась? Не трогай меня. Давай, помогу. Ну, руки убери, я сказала. Больно? Больно? Уходи. Убирайся отсюда! Да все, ухожу, не кричи! Все, ухожу. Развечай мне, потом приду. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Достаточно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как они тебе, а? Что, больно? Ты что, зверь? Ты не волнуйся, дорогой. Мои не такие. Терпеть не будешь. Мои вежливые. Сразу тебе голову отрежут, и все. Вы кто? Я. Человек. Обыкновенный. Я бы даже сказал, Пастух, таких, как ты, Баранов, уму-разуму учу. Говорят, ты в рулетку миллион проиграл, а платить не хочешь. Почему так? Отвечай! Мне за пять дней не найти такую сумму. Правильно сказал. Молодец. Конечно, не собрать. И за месяц, и за год не соберешь. Я не знаю, что мне делать. Не волнуйся так. Что ты, ну что ты волнуешься? Я тебе помогу. Договоримся. Ну, смотри, от тебя зависит. А нет, завтра твой друг воронье клевать будет. А нет, завтра твой. КАШЛЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В какой палате, Анна Зарицкая? В 35-й. Спасибо. Здравствуйте. Привет. Мой хороший. Ну-ну-ну. Я как узнала, что тебя выписывают, сразу примчалась. Анька. Анька, ну хватит убиваться, все же обошлось. Что значит обошлось? Я ребенка потеряла. Прости. Я, конечно, не так выразилась. Анечка, самое главное, что ты живая и здорова. А у тебя вся жизнь впереди. Только вот какая. А Олег? Ты ему сказал, что случилось? Нет. Какой смысл? Так ты что, и мириться с ним не собираешься? Вот так разом все мосты сожжешь? А он сам их сжег. Еще и рад был, что у него это так быстро получилось. Анька, может не рубить с плеча? Семья все-таки. Я тоже так думала, Катя. Только не было у нас никакой семьи. Иллюзия одна. Я на развод подам. А-а-а! Приехала! А я замок поменял. Вы кто? Я Рустам, новый хозяин. Проходи, проходи. Что ты стоишь, как вкопанная? То есть, как хозяин? А так. Вторая комната теперь моя. А Митя где? Откуда я знаю? Он комнату продал. А куда сам делся? Это мне без разницы. Ладно, документы покажите. Какие документы? Паспорт ваш. Договор о купле-продаже. Свидетельство о регистрации собственности. Ты что, полиция, чтобы меня проверять, а? Хорошо. Пусть тогда полиция проверяет. Эй, ты что такая нервная? Эй, ты куда побежала? Ага, я его во дворе жду, а он все еще возится. Шесть часов почти. Опаздываем. Сейчас, Юль, еще минутку, ладно? Да-да. Здрасте. 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 А что-то случилось у вас? Сама не пойму, у нас в квартире происходит что-то странное. Девушка, вы со своими странностями приходите, пожалуйста, в рабочее время. Сейчас уже все. Рабочий день уже закончился. Юль, подожди, ты не вмешивайся. Ань, рассказывайте, что у вас случилось? Что значит не вмешивайся? Мы в кино опаздываем, у нас же билеты пропадут. Извините, если я не вовремя. Да нет, все нормально. Что? Муж из дома выгнал. И сразу к участковому жаловаться, да? Ну, будто он вам нянька. Что за люди? Юль, перестань, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, я очень перед вами виновата. Только вот хамить мне не надо. Извините за беспокойство, Петя. Да нет, подождите. Ты чего меня перед людьми позоришь? Жди здесь. Ань! Подождите. Что случилось-то? Я же говорил все по закону. И зачем ссориться? Мы теперь с соседями мельно должны жить. У меня семья порядочная. Это моя жена Джамиля. Ну, что там? Ну, похоже, все действительно по закону. Документы в порядке. А где все-таки Митя? Да не знаем мы, правда не знаем. Кажется, он в другой город уехал, к родственникам. Мы и не видели его ни разу. Как так, не видели? Он же вам комнату продал? Да нет. Комнату мой брат купил. Подарок нам сделал. У нас таких денег нет. Мы люди скромные. А у брата в Москве бизнес серьезный. Вот он и нам помог сюда перебраться. У нас закон такой. Поднялся сам, помоги родственникам. Спасибо ему. Теперь у детей над головой своя крыша будет. А у вас дети? Да. И сколько? Пока двое. Мальчику двенадцать, девочке семь. Они сейчас у моих родителей. Да вы заходите, поужинайте с нами. Нет, спасибо, мне бежать надо. Меня невеста ждет. Ну, до свидания. Всего доброго. Так что вы не переживайте. Вам ничего не угрожает. Вы извините тогда, что я вас задержала. Да ничего страшного. Пустите. Давайте подержу. Спасибо. Вы заходите к нам. Мы всегда рады будем. Хорошо. Ну, до свидания еще раз. Звоните, если что. До свидания. Ну что, соседка, теперь за стол, отметим знакомство? Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. Вы скажите, вы когда собираетесь детей привезти? Через месяц. Тесновато здесь, конечно. Но ничего, мы как-нибудь поместимся. Да, проблема. Ну, тут я вам не помощник. Почему? Очень даже помощник. У меня у брата связи на рынке недвижимости. Он быстровариант найдет. Какой вариант? Очень хороший, не сомневайся. Нам твоя комната, тебе однушка отдельная. Конечно, подальше от центра. Но зато не в коммуналке. Ну как, по рукам? Вот еще новости. Это с какой штати ты переезжать должна? Ой, не знаю, Кать. Неужели согласишься? Да мне там теперь даже стены напоминают о том, что произошло. Понимаю. По Олегу скучаешь. Да нет. Просто... Тяжко мне там теперь. Одной. Будто на руинах собственной жизни. Может и правда согласиться на размен? Может и согласиться. Только пусть уж соседи твои вариант хороший подберут. Для себя же стараются. Что-то у меня Митя из головы не идет. Я не понимаю, куда он мог пропасть? Вот-вот. И с твоими денежками к тому же. Много ты ему одолжил? Ну? Тридцать тысяч. Я тебе так скажу. Аферист твой Митя доигрался в свою рулетку. И должен наверняка ни одной тебе остался. Вот и сбагрил свою комнату по-быстрому. А теперь скрывается. Ищи. Свищи его. Плакали подруга твои денежки. Если бы только в этом была беда. О, ты дома. У меня для тебя новости есть. Что за новости? Брат нашел вариант для обмена. А что за место? Очень хорошее. До Москвы всего полчаса на электричке. Правда, хрущевка, первый этаж. Зато отдельная квартира. Ну нет, мы так не договаривались. Слушай, а что ты хотела за комнату в коммуналке? Я от вас вообще ничего не хотела. И обмен этот затеяла не я. Найдете нормальный вариант? Тогда поговорим. Вот ты упрямая, а. Только зря упрямишься. Знаешь, поговорка такая есть. Скупой платит дважды. Чай готов. Ага, хорошо. Слушай, все-таки странная история с этой квартирой на Раздольной. Господи, что за ерунда у тебя в голове? Ну, ты бы лучше о серьезных вещах подумал. Например? Ну, например, зачем тебе конфликт с владельцем продуктового магазина? А? Ну, вот ты их прижал и радуешься. А кому от этого польза? Я же тебе рассказывал. Соседи написали заявление. Магазин торгуют спиртным по ночам. Когольки во дворе собираются, шумят. Ну, ты знаешь, что просто старушкам делать нечего, вот они заявление пишут. А ты к начальству сразу бежишь докладывать. От своей выгоды отказываешься. Я что-то не понимаю. Ты к чему клонишь? Ну, что ты у меня такой непонятливый? Возьмут твои начальники это заявление и сами пойдут к владельцам магазина договариваться. А мог бы ты? Я мог бы что? Ты ясни и выражайся. Ты мне взятки брать советуешь? Ну, ты же не ребенок. Сам понимаешь, правду сыт не будешь. Я подлостью кормиться не хочу. А мне нравятся мои советы, поищи себе другую работу, где платят побольше. Слушай, а может тебе другого жениха поискать, которому платят побольше? А вот возьму и поищу. Ну, так давай. Чего время-то зря терять? Давай прямо сейчас и иди. Ты что, хочешь, чтобы я ушла? Может, и хочу. Ладно. Только учти, ты еще об этом пожалеешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, здравствуй, соседка! А у нас тут праздник! Ко мне родственники приехали! Можно музыку потише? Почему тиши? Время восемь часов. Я закон не знаю. Я у себя дома, между прочим. И часто такие концерты будут? Слушай, ко мне родня надолго приехала. Видишь, сколько народу в одной комнате? А в тесноте люди нервные становятся, злые. Так бы что ни случилось. Ой, вот только угрожать мне не надо. Кто угрожает? Я угрожаю? Я закон не знаю, меня брат научил. А жильцов в законах вышвыриваете с квартиры? Тоже брат научил? Ну, ты совсем обнаглела, а? Что грубишь? Одна живешь? Видимо, не знаешь, как с мужчинами общаться. Пойдем, научу. Эй, руку убери! Пойдем, пойдем. Не трогай меня! Ты! Ай, больно, дурак! Что ты наделала? Ты же ему пальцы сломала! Он же теперь работать не сможет! Детей кормить! Жаниля, вызывай скорую! И полицию вызывай! Понимаете, Ань, после визита дежурной бригады в вашу квартиру, я обязан провести с вами профилактическую беседу. Ну, давайте. Воспитывайте преступницу. Да бросьте вы! Думаете, мне не ясно, в чем дело? Конечно, я понимаю, что ваши соседи врут и давят на вас. Но с формальной точки зрения им претензий не предъявить. Они ничего не нарушают. Выходит, это я им жить мешаю. Ну, у родственника Рустама действительно травма руки. Врачи скорой помощи это зафиксировали. Так что же, мне не надо было сопротивляться. И как бы все кончилось? Да нет, Ань. Вы все правильно сделали, не испугались, оказали сопротивление. Ну, вот сам факт нападения они отрицают. Что же мне дальше делать, Петя? Они мне жизни не дадут. Я докажу, что ваши соседи неправы. И добьюсь, чтобы они от вас отстали. Только вы должны мне помочь. Как? Напишите на соседей встречное заявление. Укажете все подробности. Как они вас склоняли к негативному обмену. Угрожали, хамили. Обязательно напишите, что их нападение было следствием вашего отказа от этого обмена. Заявление отдадите мне. Я переправлю в окружное ОВД. А там сам лично объясню все руководству. Спасибо. Вы знаете, мне... Кроме вас и надеяться не на кого. Вот ведь как бывает. Коренная москвичка вокруг ни родных, ни друзей влиятельных, никого. Случай, что это как дырявая лодка в море. А муж? Не передумали? Нет. Я уже подала на развод. Не поторопились? После того, что он сделал... Ну ладно, а мы вот как поступим. Вы сегодня же это заявление напишите, а я завтра приду к вам на работу в обед и заберу его сам. Да, чтобы быстрее было. Вы где работаете? Привет, брат. Почему опоздал? Знаешь же, что у меня дело в вашей крыше? Извини. Ладно, давай. Что у тебя? Да соседку никак выломать не могу. Несговорчивая оказалась. И по-хорошему пробовал, и по-плохому. Все без толку. Может, разберешься с ней, а? Ты что, с бабой справиться не можешь, а? Ну я тебя прошу, поговори с ней. Я не могу. Мне светиться нельзя. И вообще, хватит с ней базарить. Ну а что делать? Не волнуйся, брат. Я решу. Спасибо, брат. Хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ваня! Ты как? В порядке? Он из-за угла выхватил как сумасшедший. Я ее прямо из-под колес выхватил. Еле успел, представляешь. Ага. Замазать что ли грязью? Спасибо. Можно идти… Ну ладно, давай. Давай. Не-не-не. Спасибо вам. Холодно. Зачем? Пойдем, тебя провожу. А вы чего дрожите-то? Все же обошлось. Протокол составили. Может, и грузовик найдут. Правда, номера никто не успел заметить. Наверное, грязью замазали. Думаете, это Рустам хотел меня убить? Не, ну, убить вряд ли. Напугать хотел. Но это еще доказать надо. А если я теперь не стану сговорчивей, то в следующий раз могут его убить. Все равно никто ничего не докажет. Просто дома вам не надо сейчас появляться. Пересидите где-нибудь. Давайте я вас к подруге отвезу. Нет, Кате сейчас нельзя. У нее жених приедет. Она мне сама говорила. Понятно. Ну хорошо. Тогда есть другое предложение. Чего вы смеетесь? У вас такая шапка смешная. Правда? Да. Странно. А почему? Как будто из прошлого. Да? Да. Интересно. Никогда не думал. Надо же. Ух, отец. Ух, отец. Так. Так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Располагайтесь, не стесняйтесь. Я завтра к восьми за вами заеду. Нет. Нет, Петь, я так не могу. Неудобно это как-то. Как? Получается, будто я вас из квартиры выгоняю. Да нет, нет, Ань, все нормально. Я у друга переночую. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сейчас. О, привет. Какими судьбами? Значит так, Петенька, хватит дурить, разыгрывать из себя обиженного. Так это вроде ты обиделся, не я? На первый раз прощаю. Ну вот что встали на пороге? Не рад моего возвращению? Юль, тут такое дело. Так вот оно что. Значит, стоило мне исчезнуть на неделю, и что? Юль, прекрати. Я не собираюсь перед тобой оправдываться. А ничего, что мы с ним расписываемся через несколько дней? У тебя устаревшие сведения. Ань, все нормально. Юль, у меня простите, мне просто некуда было идти. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ань! Что ты натворила? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ань! Аня! Подождите. Простите, пожалуйста, неудобно получилось. Да, мне тоже неудобно. Я не знаю. Вы извините, вы можете остаться, все нормально. Нет, нет, что вы, я пойду. Я все улажу, ну… Я пойду, пойду. Подождите, давайте я вас хотя бы провожу. Ну хоть немного. Вы простите ради Бога. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушай, Ань, ну я подруга тебе или кто? Зачем же было? На работе ночевать. Ну ты же не одна была. Ну и что? Я бы тебя в гостиной постелила. Игорь у меня мужик некапризный, понятливый. И заодно бы ты ему все рассказала. Да ему-то зачем? Как зачем? Он же в следственном комитете работает. А, слушай, я и забыл совсем. Вот голова дырявая. Простой участковый тебе в этом деле не поможет. Тут надо выше брать. А? Выше брать. С сегодняшнего дня перебираешься ко мне. А Игорь из командировки в четверг вернется, и ты ему все изложишь. Нет, Катя, к тебе небезопасно. Вдруг меня эти аферисты искать начнут. Тогда они к тебе могут на квартиру заявиться? Да. А как же быть-то? Я сегодня у директора отпуск подпишу за свой счет. И уеду. В деревню. К тете Гале. Но тогда пусть твой участковый с Игорем поговорит. А я тебя к тетке сама отвезу. Нет, Кать, не надо. За мной Петр заедет. Он меня вчера провожал до клиники, и мы обо всем договорились. Его невеста, поди, от ревности совсем взбесится? Вообще-то мне Петр сказал, что свадьба отменяется. Да ты что? А ты ему что сказала? Ничего. Но, если честно, я не очень расстроилась. Да он, поди, тебе нравится? Может и нравится. Вамouble. Что? Тетя Галя! Ой! Аннушка, как я рада! А чего твой знакомый там в машине парится, а? Зови его! Вот, Аннушка, не верила ты моим гаданиям, а я тебе говорила, не иди замуж за Олега! Бесхребетный он. И очень до денег, Аллычный. Это мне карты все рассказали. И родителям твоим я говорила, не связывайтесь вы с этой фермой, одни беды от нее будут. А я все хотел спросить, а с родителями-то что случилось? А их убили. Сожгли заживо вместе с домом. Как? А за что? За землю. Аннушке, когда три года исполнилось, то Коля, это ее папа, он свою московскую квартиру продал и купил ферму. Ну вот здесь вот, рядом с нашей деревней. И вот они все переехали втроем. Значит, Коля, Наташа и Аннушка. Что ж, в Москве-то не жилось? Родители в НИИ работали, на оборонку трудились. А в 92-м году институт закрыли и вот они и решили начать новую жизнь. Да, из-за этого погибель свою нашли. Ну, а что все-таки произошло? Да на отца конкурента нападать стали. Очень уж им его земля нравилась. Хотели выкупить, а он ни в какую. Ой, не знал Коля, с какими он чертями связался. Они же были с криминалом связаны. Один раз они припугнули, потом второй раз. А потом ночью дом подожгли. Это хорошо соседи успели вытащить Аннушку из огня. Ой, а вот Коля и Наташа, они не спаслись. Вот так вот девочка осталась без родителей, а я брата потеряла. Ну, а этих-то нашли отморозков? Да все и так знали, кто это сделал. Да. Только улик прямых не было. Вот и не дошло дело до суда. Да. Но только все равно вот судьба покарала этих душегубов. Через год их всех постреляли. Во время вот этой их бандитской разборки. Вот так. Вон там за речкой была фирма отца. Он же здесь родился. Думал, его в трудный час земля родная выручит. Да так и лег в нее вместе с мамой. Ясно. А вас, значит, тетя Галя воспитывала? Она. Тут в деревне я и выросла. Только после школы меня в Москву потянуло. Поехала, поступила в институт. А от мамы комната в коммуналке осталась. Вот так я и жила в ней до этого дня. Все-таки здорово, что вы в Москву тогда вернулись. Иначе мы бы не встретились. А для вас действительно важно, что мы встретились? Да. Очень важно. Я только здесь понял, насколько. В общем, я и не умею красиво говорить. И, может быть, момент не самый подходящий. Но я хочу сказать тебе, что… Не надо. Не сейчас петь. Просто, понимаешь, мне… Мне надо побыть одной. Понимаешь? Ты поезжай. Я сама доберусь. Ладно. До свидания. Петя! Я буду тебя ждать. Я приеду. С делами разберусь и приеду. Поехали. Я буду тебя ждать. Разрешите? Ну, в целом, картина ясная. Похоже, девушка нарвалась на черных риэлторов. Ну, те, которые у беззащитных граждан квартиры отбирают. У кого за бесцену купят, у кого за долги отберут. А кого и вовсе на тот свет отправят. Да, я уже наслышан. Только вот на основании имеющихся данных дело не заведешь. Слишком скудный материал. Одни догадки. Ну, что же делать-то? Чтобы это превратить в полноценную версию. Вот правильный вопрос. Нужна жертва. Настоящая. Кто-то у кого квартиру уже отобрали. А тут у нас есть одна зацепка. Ее бывший сосед. Если он жив еще. В чем я лично сомневаюсь. Ну, Надежда умирает последней. Так, а где его искать тогда? По вокзалам среди бомжей. Ну, зачем? Почему бы не начать прямо с Зарайска? Он же клялся, что у него там кто? Двоюродный брат? Ну, врал, скорее всего. Чтоб деньги у Анны на выцеленте. Ну, это мы проверим. Сведения о его брате я пробью сегодня же. И если он в природе существует, то нам прямая дорога к нему. Только вот ехать тебе придется. Я в Челябинск улетаю на выездное заседание. Понял. Я справлюсь. Аннушка, ну, опять ты хлопочешь, а? Нет, чтоб хотя бы вот денек, полюски-то отдохнуть, а? Ой, тетя Галя, я не могу себе места найти никак. Все неспокойно, на душе. Это почему? Предчувствия у меня плохие. Еще Петра в это дело стянуло. Ну, а что такого страшного может с Петром-то случиться? Не знаю. Опять, опять этот сон нехороший видел. Это про мотылька и свечку? Угу. Ой. Да это у тебя с детства страх перед огнем остался. Асаны, они, они же просто про нашу жизнь рассказывают. Только переиначивают вот так все, как в сказке. Ну, вот мотылек, это ты сама и есть. А свечка, это судьба твоя, которая страшит тебя. А вещи и сны, они, знаешь, очень редко снятся. Иные вообще за всю жизнь ни одного не увидят. Все равно как-то неспокойно на сердце. Аннушка, ну, я прошу тебя, ну, отдохни, детка. Ну, приехала на природу, а? Нет, тетя Галь, я так не могу без дела сидеть. Я подумала, может, я пока работать устроюсь? Господи. Это куда это? Так рядом молочный комбинат. Молоко есть, значит, корову есть. А если корову есть, значит, ветеринар понадобится. Ой, вот она. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотания тяжелозванника. А ну, остави цирк на рабочем месте! Ты почему здесь, Каврикин? Твое место за баранкой, а не в коровнике. Дон же нам поэмы читает Семен Иванович. Говорит, театральный собрался поступать. Так я тебе, Данилушка, прямо сейчас заявление подпишу. Увольняйся и поезжай в столицу. А как театральный найти, тебе вот барышня подскажет. Она как раз к нам из Москвы приехала. А-а-а. О-о-о. И какими судьбами к нам такую гостью занесло? Угу. Хочу у вас ветеринаром поработать. Да? А вообще-то она нам, кстати, Капитонова в декрете с прошлой недели. Кстати, а ты коровка-то живых видел хоть раз? Столичная штучка. Кавригин. О. А ну покину джемское помещение. Ша, а марш. Есть. А вы что встали? А ну работать. А ну работать. А вы мне дайте испытательный срок? Ну дня три. Не справлюсь. Выгоните. Мужчина. УДАР 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 А ну работать. УДАР 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, Луговая, 17? А вам кого? Я из полиции. Мне Зубков нужен, Валерий Иванович. Так брат, это, на рынок уехал. Брат? А вы, значит, Дмитрий? Ну да. Тогда у меня к вам пара вопросов. Ну, заходите. Спасибо. Насчет брата я Анне правду сказал. Спасибо. Только насчет его болезни я все выдумал. А те деньги, которые у нее выцегонял, меня изгубили, получается. Ну, а как все-таки зовут этого человека, которому вы комнату продали? Да смешно сказать. До сих пор не знаю, кому я ее продал. Вроде тот купил, который в казино грозился мне голову отрезать. Только он не представился. Документы без меня оформил. Через какую-то блатную контору. Ага. То есть формально все по закону? Формально-то да. Только комната моя раз в пять дороже стоила. Ну, хорошо. Ну, а деньги-то вам кто-то передавал? Вы же долг перед казино закрыли. Да я их в руках даже не держал. Под документами подпись черканул во дворе и все. Катись, говорит, куда хочешь, скажи спасибо, что жив остался. А, то есть они еще долго всю комнату собрали целиком? Да, я по их разговору так понял. Тот, который покупателем был, за меня с долгом рассчитался, а взамен мою жилплощадь по дешевке захапал. У них вроде как договоренность. Он с братками запугивает должников, а казино выводит его на владельцев квартир. Понятно. Красивая схема. То есть они оплачивают долг владельца, забирают квартиру, а потом перепродают по рыночной стоимости. В несколько раз дороже. Ого. Только ты говоришь, он мою комнату брату подарил? Да. Это может быть хорошая зацепка. Если подарил, то они, видимо, действительно родственники. А значит, и соучастники в преступном сговоре против Анны. Вот я одного себе простить не смогу, что я Анютку подставил. Мать ее с пеленок меня знала, а я на память ее наплевал. Ну так, помогите нам за одно вину переданные заглазить. Так как же я помогу, если ты говоришь, что эти гады все по закону обставили? Есть одна идея. Нужен адрес казино. А адрес-то сказать недолго. Только ты туда не попадешь, они шифруются. С улицы просто так никого не пускают. Ну, вы-то как-то попали? Да по рекомендации. Дружок один. Партнер их бывший привел. Но только он уже уехал в Германию на ПМЖ. Зовут его как? Ну, Боря Каретников. Это вроде как их пароль. Да что ж ты упрямая такая. Не нравлюсь я тебе, да? Осматривать то будет. Привет, столичная принцесса. Ты чего так поздно? Да вот никак к ней не могу подступиться. Не подпускает и все тут. Так это же Манька. Она у нас самая упрямая. Да, Мань? Ну и что мне с этой вашей Манькой делать? Ты, может подскажешь что-нибудь? А чего, у нее со здоровьем плохо? Да она вон заднюю ногу повредила, наверное, проволоку или… Ты сзади-то не подходи сразу. Ты чего? Сразу сзади нельзя. Ты с боков лучше погладь сначала. Погладь, погладь, погладь. Вот, молодец. Потом между рогами надо почесать обязательно. Да не боись, не боись, почеши. Вот. А колку тоже. По имени ласково назвать. Вот тогда она в тебе своего человека признает. Угу. Маня. Манечка. Мань. Маня хорошая. Сейчас мы рану твою обработаем. О, все. Да, тихо, тихо, тихо. Ты чего? Не боись, она теперь уже не легнет. Угу. А рана-то у нее серьезная. Надо бы противостолбнячную сыворотку колоть сейчас. Ты кали-кали, а я подстрахую тебя, чтобы Манька в случае чего не легнула, а? Страховать меня не надо. Помог? Спасибо. Точно уверена, что сама справишься? Иди. Ну, ладно. Ну, Маня. Тише, тише, тише. О, Господи. Это я. Молодец. Видел, как ты здорово управилась. Ах, за это я тебя на своей молоковозке прокачу. По нашим окрестностям, а? Знаешь, как у нас красиво. Да знаю. Мне бы домой поскорее спать. Ну, хорошо. Тогда домой отвезу. А на выходных съездим в райцентр, посидим где-нибудь или в кино сходим. А не боишься? Чего? 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 У меня жених, знаешь кто? Кто? Бандит, что ли? Хуже. Полицейский. Ну, так бы сразу и сказала. Ну, так бы сразу и сказала. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы к кому, молодой человек? Мне бы Макса повидать. Администратора. Двери ошиблись здесь. Таких нет. Я твоего друга от Бори Каретникова. Мы во Франкфурте познакомились. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК РАКАЗПУГ nimmtensa больной з Ты что, уже неделю в этом казино играешь? Угу. Каждый вечер хожу. Как на работу. И знаешь, мне здорово везет. Да ладно, выигрываешь, что ли? Ну и Калий сильно разбогател. Да нет, я-то как раз проигрываю. А в чем везение? А в том, что я уже задолжал им 1200. А знаешь, почему они не требуют выплат и позволяют играть в долг? Ну? Потому что я сболтнул администратора, что у меня квартира в центре Москвы. А я единственный владелец. Парень! Да тебе не в участковых сидеть, а как минимум в оперативнике. Ну, об этом я подумаю позже. Сейчас нужно с казино закончить. Это уж не твоя забота. Ты эту берлогу вычислил, разведку провел. Все, можно накрывать лавочку. А во время следствия сделаю им очные ставки, опознаешь сотрудников. Не-не-не, подожди, так не пойдет. Как же Аня? А что, Ань? Ты же сам говорил. У ее соседа брат связан с казино. Вот ты прижмем обоих. Не-не-не, подожди. А если он в стороне останется? Он же не администратор, не крупье, не охранник. Он за квартиры должников отвечает. Вот на эту наживку его надо ловить. Нет, ну вообще-то верно. Ну, только кто будет наживкой? А ты как думаешь? Оу. Не-не-не-не-не-не. Я тебя уверяю, я тебя уверяю. Еще пара заходов, у меня долг будет, как у Мити. Вот тогда они меня за горло возьмут, тут эти черные риэлторы и нарисуются. Давай-давай-давай. Все. Один. Красная. Не, Макс, ну ты видел? Похоже, сегодня не твой день. Да, это ж надо за час 300 тысяч спустить. Ну, ничего, сейчас отыграю. Я тебя предупреждал, кредитов не будет больше. Да ладно, Макс. Ну, что ты, ну дай немного хоть, ну, тысяч сто. Я все верну. Сейчас отыграю и верну. Ты это, верни сначала. Ну, я сразу-то не смогу. Ты же знаешь, какой мне долг. Ну, дайте хотя бы отсрочку. Да я-то тут не хозяин. Такие вопросы другие люди решают. А мы, может, договоримся? Ты же меня знаешь. Ну, пожалуйста. Ладно, идем. Попробуем договориться. Ага. Ребят, ну чего, не надо. Хватит. Поднимите его. Поллимона должен. А денег нет, говорит. Отсрочку просит. Неправильно себя ведешь. Хочешь, чтобы тебя прямо здесь совалили, а? Говори, голодранец, зачем деньги брал на ставку, если у тебя их нет? Да бес попутал. Думал, повезет. Повезет? Вы слышали, что он сказал? А тебе очень повезло. Очень? Я твой долг закрою, а ты за это мне свою квартиру отдашь. Ясно? Да вы что? Я уж всего пятьсот косарей должен. Вот за это и отпишешь. Да вы знаете, сколько квартира стоит? Не дороже твоей лоховской жизни, а? Вы что, ребята? Нет, нет, это беспредел. Вы что творите-то, а? Ахмед, у него жучок. Ты кто? Стоять! Воню стоять! Лежать! Борды в пол! Стой! Всем лежать! Лежать за голову! Лежать за голову! Так, руки за голову, на ширине плечи! Стой! Руки! Петя, Петя! Твою ж! Твою ж! Петя! Твою ж! Твою ж! Твою ж! СПОКОТИЧЕСЬ! Катя! Игорь! А ты чего здесь? Случилось что-то? Новости у меня для твоей подруги срочные. Ну, говори. В общем, брат с ее соседом вчера с поличным взяли. Шантаж, вымогательство, покушение на убийство. Полный набор, вот. А сам сосед после этого скрылся. На родину он был вместе с женой. Срочные порядки. Видать, свои предупредили. Так я прямо сейчас Анютке позвоню, порадую. Ну, погоди, порадовать вряд ли получится. Петра при задержании подстрелили. Девушка, вы куда? Девушка. Девушка. ВОЛЯ. Девушка. 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 Продолжение следует... 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 и других опасных соблазнов. Ой, вы уж приличного соседа подыщите на этот раз. Не подводите Анечку. Аня, а ты что, передумала переезжать? Да как тебе сказать? Жизнь идет, плохое забывается. А тут все-таки родные стены. В этой комнате моя мама росла. Но уезжать все-таки придется. Зачем, если не хочется? Есть причина. Какая такая причина? Давай, признавайся. Так, спокойно. Это я должен сказать. Так, так, так. Дорогая Аня, у меня для тебя есть подарок. Может быть, не самый роскошный, но зато от чистого сердца. От сердца, которому встреча с тобой подарила любовь. Ой, кажется, предложение сейчас будет делать. Уже сделал, тетя Каль. Помнишь, ты меня сама нагадала в деревне, что нас ждет общая длинная дорога? Я и безгадания скажу. Соглашайся. Уже согласились. Так, так вот почему ты переезжаешь. Вместе будем покупателя искать. Подожди, Митяй. Покупателя я уже нашел. Только на свою квартиру. А твою комнату я выкуплю. Если ты не возражаешь. О, как. Ой, вот это правильно. Да. Молодец. И теперь, Анечке, не надо будет уезжать из собственного дома. Из нашего. Из общего. Горько. 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 Ура! Горько. Горько. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»